23 февраля. Один из немногих дней в календаре, когда сильная половина человечества, люди, которые воевали и стоят на страже правопорядка и сейчас, получают законное право принимать поздравления, благодарность и, конечно, подарки. Вторая школа решила проявить внимание к ветеранам. Нестандартным способом. Школьники проведут вечер под названием «Споемте, друзья». Вторая школа подошла нестандартно к проведению праздника, посвященному 23 февраля. Людмила Семянникова, председатель организации «Дети войны», подала необычную идею создания вечера песни. В течение двух месяцев школьники вместе с учителями готовились ко встрече «Споемте, друзья», на котором гости узнают о пути становления песни и услышат лирические и военно-патриотические композиции. Ведь песни – это отражение судьбы нашего народа. И вместе с песней народ прошел большой временной промежуток. От борьбы за наше светлое будущее до сегодняшнего мирного времени. Встреча «Споемте, друзья» несет благую цель – объединение поколений. Школьники узнают о тех далеких временах из песни, проникнутся ими. А гости – ветераны Великой Отечественной войны, представители общественной организации «Дети войны» и городской гильдии «Деятели культуры и искусств» услышат свои любимые композиции. В этом концерте участвуют дети с начальных классов до 11 классов. Каждый класс готовит песню или в исполнении хора классом, или индивидуальное – дуэтом, или личное исполнение песни. Ольга Артамонова считает, что объединение поколений – это серьезное гражданско-патриотическое направление, которое должно работать во всех образовательных учреждениях страны. Дети не должны забывать о трагедии войны, а песни помогут им напомнить, что незатейливые мелодии и стихи были именно тем, что хоть и на мгновение, но отвлекало от грустных мыслей в те тяжелые времена. На концерт «Споемте, друзья!» приглашаются все желающие. Мероприятие состоится 22 февраля в 15 часов во второй школе. Елена Кононова, Андрей Боков, телекомпания «Альфа-Плюс».